Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начнем, пожалуй. Первым-наперво хотелось бы узнать, всем ли меня хорошо слышно и видно. Пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Все прекрасненько. Вижу, что связь налажена. Все нормально. Для начала, наверное, я представлюсь. Меня зовут Галина. И я являюсь сотрудником отдела продаж и маркетинга «Экспо-2020». И, значит, сегодня я буду рада представить вам, вашему вниманию, несколько наших слайдов об «Экспо-2020». Если у вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, адресуйте их в чат. Я постараюсь на них ответить либо во время презентации, либо же после окончания нашей сессии. Если останется время. Значит, спасибо большое еще раз за ваше внимание сегодня. Я очень рада, что у нас, у «Экспо» есть такая возможность, замечательная возможность выступить еще раз на платформе Profit Travel. И я надеюсь, что большинство из вас уже знакомы хотя бы немного с нашей выставки. С нашей выставкой. Осталось буквально пару месяцев, и «Экспо» широко распахнет двери, чтобы поприветствовать весь мир в Дубае на уникальном мероприятии Всемирной выставки, которая начнется уже с 1 октября этого года и будет длиться на протяжении 6 месяцев. Экспо 2020 в Дубае – это первое глобальное мероприятие, которое будет проходить в Дубае, а также это будет уникальное событие, так как оно будет одной из первых такого крупного масштаба, которое будет проходить в условиях новой реальности. В стране, в Эмирате, который известен как город, который постоянно развивается, город, который постоянно внедряет в жизнь инновации и передовые технологии, город, который постоянно поражает своими идеями и новшествами весь мир. Это первая всемирная выставка, которая будет проходить в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. В нашей выставке согласились и проявили большой интерес принять участие более 200 участников, включая 190 стран мира, плюс интернациональные корпорации и организации. У каждого участника будет свой, собственно, павильон на выставке, где участник будет рассказывать и показывать все самое лучшее и интересное себе. Например, павильоны стран-участниц расскажут и продемонстрируют вам самые лучшие инновации, технологию, культуру, истории и искусство. Также на нашей выставке будут освещать более 20 тысяч компаний и агентств средств массовой информации. Здесь соберутся журналисты с разных стран, чтобы рассказать про нашу выставку всему миру. Далее немного о том, как выглядит карта Экспо. Здесь, на этом слайде, вы можете увидеть план Экспо, территория которого в два раза превышает площадь мяжества Монако и занимает 4,2 квадратных километра. Это приблизительно равносильно 600 футбольным полям. Вся территория выставки подразделяется на 5 районов, 2 парка и 3 тематических района. Вы видите здесь на слайде, они выделены, значит, в синем цвете – это мобильность, в зеленом – устойчивое развитие и в оранжевом – возможности. Все эти 5 районов соединяются в центре Экспо-2020 огромной площадью Аль-Васл. Значит, Аль-Васл – это наша основная центральная площадь, над которой построен огромный купол с проекцией в 360 градусов, диаметр которого является 130 метров, а высота приблизительно равна 67 метрам. На этой центральной площади будут проходить наши основные празднования Экспо-2020, о которых мы поговорим чуть позже. В парках Экспо можно будет посетить детские площадки, концертные арены, ресторанчики, шоу фонтанов, а также посетить смотровую площадку, которая будет расположена в парке Джубили, и она будет построена в форме парящего сада. Оттуда наши гости смогут посмотреть на Экспо с высоты птичьего полета. Также Экспо имеет четыре входа и соединение со станцией дубайского метрополитена. Строительство площадки практически закончено. Некоторые павильоны стран пока еще работают над внутренней и внешней отделкой, но обязательно уже закончат все свои работы к сентябрю, практически за месяц до открытия. И чтобы вы лучше смогли представить, как выглядит Экспо сейчас, посмотрите, пожалуйста, подготовленное нами видео. Посетите величайшие мероприятия в истории, объединившие страны со всего мира. Познакомьтесь с самыми прогрессивными идеями. Взгляните на устройства, извлекающие воду из воздуха, на генерирующие солнечную энергию бетон и на самый чувствительный радиотелескоп. Полюбуйтесь самой вдохновляющей архитектурой мира. Посмотрите на сооружения, вырабатывающие электричество, на изменяющие форму пространства и на здания, отправляющие послания в космос. Посетите масштабные развлекательные мероприятия с участием местных и мировых звезд. Побывайте на концертах и красочных парадах. Проникнитесь в вдохновляющие силы искусства. Попробуйте экзотические блюда и станьте свидетелем того, как 190 стран и культур объединятся на одной площадке. Создайте новый мир с нами! Экспо-2020 в Дубае ОАЭ с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года Узнайте больше на сайте У нас подготовлены программы и площадки для всех, для семей, для пар, для групп друзей, для тех, кто любит путешествовать в одиночку, для бизнесменов, для студентов. На Экспо будут сотни ресторанов и кафе, где вы сможете попробовать разные блюда и кухни разных стран. Здесь будут разного рода общепиты. Здесь можно будет найти от маленькой закусочной на колесах до ресторанов с мишеленовскими звездами. Мы планируем до 60 мероприятий каждый день. Это будут парады, фестивали, театральные представления, концерты мировых и начинающих звезд, образовательные семинары, форумы на разные темы и многое другое. Мы также будем освещать искусство, науку, образование, инновации, здоровье, устойчивое развитие и многое другое. Ну и, конечно же, здесь будет все на любой бюджет. Даже самые искушенные роскошью посетители обязательно могут быть приятно удивлены на нашей выставке. Примером активности для таких гостей может быть, например, посещение мишеленовского ресторана или же просмотр концерта из VIP-лож. Мы можем также предложить им сделать тур на вертолете или же заказать индивидуальный тур на несколько часов по экспо. Когда мы говорим о впечатлениях, о том, что ждет наших посетителей на выставке, мы акцентируем на основные четыре элемента. Первое. Весь мир соберется на одной площадке. Второе. Здесь будет самая впечатляющая архитектура. Третье. Самые новаторские идеи. Ну и последнее, конечно, это будет грандиозное шоу. Ну и далее давайте рассмотрим, наверное, каждый из этих элементов по порядку. Первый элемент. Весь мир на одной площадке. Здесь соберутся более 190 стран. За окно посещения вы сможете увидеть и посетить ваши любимые и интересующие вас страны. Так как павильоны стран участников играют важную роль в нашей выставке, хотелось бы немного рассказать о том, что ожидает наших посетителей в павильонах. Например, павильон Саудовской Аравии, который расположен в зоне возможностей. Значит, этот павильон напоминает огромное окно, которое практически парит над землей и открывается в небо. Этот павильон предложит посетителям захватывающее путешествие, которое продемонстрирует преобразование Саудовской Аравии. И также этот павильон расскажет, как Саудовская Аравия формирует свое собственное будущее и будущее всего мира. Далее, значит, павильон Польши. Польша выбрала дизайн, вдохновленный перелетными птицами. И тема павильона «Миграция птиц». Эта тема выбрана неспроста. Знаете ли вы, например, что около половины птиц, обитающих в арабском мире, они рождаются и гнездятся именно в Польше и периодически мигрируют в Объединенные Арабские Эмираты. Дизайн этого прекрасного павильона сочетает в себе идею природы и технологий. Еще одним ярким примером является павильон Объединенных Арабских Эмиратов, который невозможно будет пройти мимо. У этого павильона тоже необычная конструкция, вдохновленная полетом сокола. И эта конструкция воплощает в себе прошлое и будущее Арабских Эмиратов. Дизайнером этого необычного сооружения является знаменитый испанский архитектор Сантьяго Калатрава, который также является автором многих футуристических построек в разных странах мира. Затворки, которые вы видите на крыше павильона, будут открываться и закрываться в зависимости от времени суток, а также будут генерировать необходимую чистую энергию для этого павильона. Павильон Объединенных Арабских Эмиратов ознакомит мир с богатой культурой и историей наций, а также расскажет о видении ее лидеров по созданию мирового и прогрессивного общества с амминициозными планами на будущее. Ну и, конечно же, павильон России поведает вам, чего могут постичь чему будущего, как можно понять друг друга, не говоря на одном языке, как объединить и обеспечить обмен идеями на больших расстояниях. Павильон представляет собой великолепный купол. Его внешняя оболочка состоит из множества переплетенных разноцветных трубок нитей. Сочетание множества ярких цветов и постоянные изменения направления этих нитей, они создают ощущение, что они не имеют ни начала, ни конца, тем самым символизируя бесконечный процесс познания, стремительный прогресс и движение только вперед. Также хотелось бы сделать акцент на павильоны других стран СНГ, русскоговорящих стран, которые также будут участвовать в нашей выставке. В огромном трехэтажном павильоне Казахстана, который расположен в районе возможностей, вы сможете посетить панорамный кинотеатр, где вы сможете увидеть шоу, демонстрирующее взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Здесь также будет ежедневная культурная программа, и для наших гостей будет открыт ресторан национальной кухни, где гости смогут попробовать разные лучшие блюда этой страны. Далее павильон Украины тоже находится в зоне возможностей, и архитектурный образ павильона воплощает идею полоса пшеницы. Пшеница является важным элементом для народа, и желтый цвет на флаге Украины как раз символизирует пшеничное поле. В павильоне Украины вам расскажут об уникальности и самобытности этого народа, а также гости смогут узнать о культуре, о современных технологиях и инновациях этой страны. Ну и павильон Узбекистана, который находится в зоне устойчивого развития. Вы сможете отправиться в путешествие по шелковому пути и познакомиться с богатой культурой и историей этой страны. Также хотелось бы обратить ваше внимание на наши три якорных павильона, три тематических павильона, которые будут освещать основные темы Экспо, о которых я говорила ранее. Это возможности, мобильность и устойчивое развитие. Эти павильоны будут одни из самых больших на территории Экспо. И давайте начнем, пожалуй, с павильона возможностей, который сооружен из чистых биологических материалов, которые впоследствии могут быть переиспользованы для других постройок или же нужд. Посетив этот павильон, у вас появится желание действовать, чтобы создать мир лучше. Здесь будут активности, основанные на игровых механиках, которые бросают вызов устоявшимся шаблонам мышления и предлагают задуматься о таких глобальных вопросах, как источники энергии, воды, еды и других ресурсов. Далее павильон устойчивое развитие, он у вас третий на слайде, является одним из уникальных строений на выставке. Этот павильон будет вырабатывать свою собственную энергию благодаря солнечным панелям, которые, как вы видите, покрывают всю крышу павильона. У этого здания будет чистый источник электричества, а также у павильона будет своя собственная система конденсации и фильтрования воды. То есть вода будет собираться из воздуха, конденсироваться, проходить через систему фильтров и поступать в использование павильона. Здесь будет рассматриваться и экспонироваться все, что касается устойчивого развития. Вы сможете прогуляться под густой кроной деревьев, сквозь корни леса и увидеть, как корни деревьев связаны между собой. Также вы сможете посетить глубины океана, где вы сможете встретить глубокоподводную рыбу, которая будет встревожена загрязнением всего мирового океана. Далее павильон мобильности. Также является уникальным по дизайну. Внутри павильона будет находиться огромная лифтовая платформа, которая может вместить около ста человек за один раз. И этот лифт поднимет наших гостей на самый последний этаж, откуда они смогут отправиться в путешествие по древнему Багдаду, где они обязательно встретятся с интересными моментами, где они могут повстречать, допустим, гигантов мобильности из прошлого, а затем отправиться в город будущего, где они смогут познакомиться с захватывающими моментами, разработанными создателями таких великих фильмов, как «Властелин колец» и «Хоббит». Далее второй элемент нашей выставки – это самая впечатляющая архитектура. Самая большая в мире проекционная поверхность с углом обзора в 360 градусов будет находиться именно у нас на площадке, на площади Аль-Вассел. Более 90 павильонов будут особенны по своей внешней архитектуре. Каждый павильон на территории Экспо имеет сертификат, подтверждающий высокую степень с точки зрения экологичности и устойчивости строения. И Экспо является, наверное, одним из лучших примеров, как должны выглядеть здания городов будущего. Здесь наши гости смогут познакомиться с лучшими работами всемирно известных архитекторов и архитектурных бюро, таких как Асиф Ханс, Отсяга Калатрава, Хостер Инд Партнерс и многие другие. Ну и далее мы подготовили еще одно видео, где вы сможете увидеть, как выглядит площадь Аль-Вассел, самое сердце Экспо-2020. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Такие изобретения, как мороженое в рожке, первый мобильный телефон, человекоподобный робот или же первая телевизионная трансляция – все это детиши выставок Экспо. Экспо-2020 не будет исключением, здесь тоже вы сможете увидеть множество удивительных открытий. Здесь вы сможете послушать симфонии Бетховена в исполнении роботов, увидеть самый высокочувствительный телескоп или же прокатиться на первом в мире бесканатном лифте. И опять-таки это буквально маленькая доля того, что вы можете увидеть. В реальности, конечно же, здесь будет огромное количество разных инноваций. Ну и последний элемент, четвертый – это грандиозное шоу, в программе которого можно будет найти балет, оперные представления, фестивали, музыкальные уикенды, ежедневные процессии, парады и многое другое. Мы уже разработали небольшой календарь событий на первые три месяца, и он уже доступен на нашем веб-сайте, так что вы сможете найти мероприятия и события на каждый день. Конечно же, пока весь список еще не обнародован, но этот календарь со временем будет обновляться и пополняться новыми программами. Здесь будет огромное количество развлечений со всего света, и каждая страна подготовила нечто уникальное для наших посетителей. Например, страна Сенегал и Малайзия расскажут о своих культуре и обычаях через традиционные выступления. Марокко через свое выступление перенесет вас в бескрайнюю пустыню, где ваш слух сможет насладиться чарующими голосами в сопровождении современных мелодий. Венгрия представит вам всемирно известного скрипача, виртуозно играющего рок, блюз и джаз. Княжество Монако покажет вам балет Монте-Карло, и в павильоне Новой Зерландии вы сможете посмотреть на ритуальный танец новозеландских народов майори. Для примера, скорее всего, я выбрала павильон России, то есть программу павильона России, чтобы вы как бы представляли и понимали, что, в принципе, у нас 190 стран, и каждая страна будет иметь вот такой вот приблизительно календарь событий. Опять-таки, этот календарь событий еще не полностью обнародован в плане того, что здесь будут обязательно дополнительные мероприятия, дополнительные активности ближе к дате открытия Экспо. Значит, павильон России представит очень обширную и развернутую программу, как культурную, так и деловую. В календаре событий вы уже сможете найти множество фестивалей, концертов, мероприятий, запланированных во время выставки, и это включая открытие и закрытие павильона. Например, официальное открытие павильона будет с участием национальных коллективов России. Здесь будет очень интересный фестиваль «Матрешка», который позволит всем гостям нашей выставки познакомиться с фольклором России. В рамках фестиваля выступят танцевальные и вокальные коллективы из разных регионов страны, а также здесь пройдут многочисленные мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам. Детский фестиваль, например, тоже станет настоящим праздником для наших юных посетителей, а также и, конечно же, для родителей детишек, которые смогут познакомиться с популярными анимационными и сказочными героями и принять участие в конкурсах и, конечно же, посмотреть популярные мультфильмы. Также будет, наверное, интересно посетить музеи России. То есть представители музейной отрасли расскажут о том, какие шедевры можно увидеть в музеях России, как можно увидеть коллекции, которые находятся в других странах, и о том, что такое музей 21 века. Далее деловая программа, которая также обширна, как и культурная. Тут вы можете найти список форумов, саммитов и конференций, проходимых во время выставки. Опять-таки, если мы пройдемся по некоторым из них, например, «Россия в космосе», сессия, посвященная достижениям России в области освоения космоса, в которой примут участие эксперты из космической индустрии, специалисты отрасли и космонавты. «Россия» и инвестиционный форум, например. Опять-таки, этот форум посвящен инвестициям и перспективам международного делового сотрудничества с Россией. Также здесь будут открыты основные темы, такие как энергетика, транспорт, финансы, IT-технологии и многое другое. Опять-таки, более подробная информация будет доступна чуть позже на нашем веб-сайте expo2020dubai.com, но на данный момент вы можете найти эту информацию на официальном сайте Павильона России, expo2020.rossia.org. На данный момент уже решено, что у нас будут отмечаться специальные праздники, специальные дни. Их у нас будет четыре. Это золотой юбилей Объединенных Арабских Эмиратов, Католическое Рождество, Китайский Новый Год и День Матери. В эти дни мы ожидаем огромное количество посетителей, так как именно в эти дни будет подготовлена специальная программа для гостей, возможно, даже с участием мировых звезд. Также уже подтверждены тематические недели, то есть это дни, когда у нас будут проходить тематические выставки и форумы мировых лидеров из топ-индустрии. В октябре, значит, у нас будет неделя космоса и климата, в ноябре – неделя развития городов и неделя толерантности. В декабре мы будем отмечать неделю знаний, а также будет неделя, посвященная золотому юбилею Объединенных Арабских Эмиратов. На эти дни, значит, выпадают даты, когда Объединенные Арабские Эмираты отмечают 50-летие со дня образования Эмиратов. В январе будут недели, посвященные путешествиям и глобальным исследованиям. В феврале будет неделя здоровья и продовольствия. Ну и последняя неделя в марте будет посвящена водным ресурсам. На эти форумы наши посетители смогут записаться ближе к дате, когда у нас будет готов календарь событий. Этот календарь будет обязательно опубликован на нашем веб-сайте. Также будет он доступен на Экспо-приложении, которое тоже будет выпущено ближе к дате. Еще мы будем отмечать на Экспо национальные дни всех стран. У каждой страны будет отведен свой собственный день для такого мероприятия. Например, в День России в программе Экспо будут мероприятия, посвященные русской культуре и традициям. И эта программа будет выходить за рамки самого павильона. То есть будут активности именно на всей площадке выставки. В этот день также будет проходить официальная церемония поднятия флага страны на площади Аль-Васл с участием главенствующих представителей разных стран и государств. Вы можете увидеть, в принципе, на этом слайде первые три месяца. Здесь мы сверху выделили некоторые страны, которые могут быть интересны для вас. И далее на следующем слайде остальные три месяца Экспо 2020. Я думаю, что чуть позже вы сможете просмотреть их более детально после сессии, после вебинара. Огромное количество впечатлений на нашей выставке позволило нам создать более чем 30 специализированных маршрутов, в которых указаны основные места и мероприятия для посетителей в зависимости от их интереса. Опять-таки маршруты были созданы именно для того, чтобы максимально использовать свое время на выставке и посетить как можно больше интересных мест для наших посетителей. Маршруты подбираются в зависимости, пришли вы с семьей, с детьми или же просто со своей второй половинкой, что вас интересует, скажем, искусство, архитектура, дизайн, или же вы просто планируете попробовать разные кухни мира. Например, возьмем основы экспо-маршрут, который рекомендует первым делом посетить один из тематических павильонов, например, павильон мобильности, где вы сможете прокатиться на самом большом лифте, либо же павильон устойчивого развития, где вы сможете совершить прогулку под лесом или под океаном. Также здесь предлагается заглянуть в павильон возможностей, где вы сможете изучить глобальные вопросы ресурсных источников, таких ресурсов, как воды, еды и энергии. Ну и затем по расписанию этот маршрут предлагает вам посетить павильон Объединенных Арабских Эмиратов, страна, которая радушно организовывает и принимает экспо. После посетить павильон своей собственной страны или же тот павильон, который вас интересует. Затем отправиться в сады Аль-Васл и послушать музыку со всего мира, включая оркестровое исполнение, хор и мировой фьюжн. После этого отправиться в парк Джубили, где вы сможете побывать на смотровой площадке, которая называется Небесный сад, и посмотреть на экспо с высоты. Ну и последнее, может быть, посетить кафе, например, Талабад, где вы сможете понаблюдать за тем, как роботы готовят для вас ваш заказ. У нас также подготовлены маршруты для бизнес-путешественников по разным направлениям, такие как финтек, строительство и недвижимость, глобальные цели, мобильность, нефть и газ, товары широкого потребления. Опять-таки, если привести пример, скажем, если посетитель из деловой сферы по транспорту, то маршрут будет предложен, например, скажем, посетить павильон мобильности, либо же отправиться на получасовую лекцию по машиностроению будущего в павильон Кореи, или же провести побольше времени в зоне мобильности, где все посвящено движению. У нас также есть организованные маршруты и для студентов, которые тоже являются немаловажной аудиторией для нашей выставки. Эти маршруты разработаны в зависимости от будущих профессий и изучаемого направления студентов. Скажем, если это дизайн и строительство, то в маршруте обязательно будут такие места, которые являются уникальными, и у них есть уникальный дизайн и архитектура. Совсем недавно мы выпустили новый кампейн, который называется «Магия.Экспо», и я сейчас вам его подключу, и вы сможете просмотреть еще одно видео. Сегодня, когда весь мир объединил усилия ради светлого будущего, всех нас ждет... Магия. Ауа. Ла Ма Жи. Магия. Магия музыки. Магия архитектуры. Магия цвета. Магия праздника. И безопасность. Здесь. Там. Повсюду. Днем и ночью. На протяжении целых шести месяцев. Хотелось бы тоже поделиться с вами одной интересной новостью. Значит, мы собираемся сделать небольшое такое мероприятие, провести его в Москве. Это будет неделя Объединенных Арабских Эмиратов. Все краски мира и цвета Объединенных Арабских Эмиратов ожидают посетителей, значит, Гума и парка Горького в Москве. Здесь будут представлены традиции, музыка, костюмы, фольклор Объединенных Арабских Эмиратов, что напомнит людям, насколько привлекательным является эта страна для путешествий, и как здорово посетить Дубай во время выставки. И в течение этой недели для гостей, значит, для посетителей будут представлены разные активности, такие как, например, традиционный танец Айала, искусство каллиграфии, хена, то есть это рисунки хной на руках обычно. И, конечно же, там будет целое как бы арабское гостеприимство. Помимо этого всего у нас еще будут кое-какие дополнительные активности, которые связаны с интересными гостями, но я думаю, о них мы расскажем чуть позже, ближе к дате опять-таки. В нынешнее время мы немало внимания уделяем безопасности и профилактике COVID-19. Здоровье и благополучие наших гостей, а также жителей Объединенных Арабских Эмиратов является главным приоритетом для нас. И на выставке соблюдаются все указания Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов и рекомендации ВОЗ. Значит, какие меры предосторожности мы предпринимаем на нашей выставке? У нас будут расположены тепловизоры в пунктах прибытия, обязательно ношение масок для посетителей и для персонала. Также в этом пункте хотелось бы отметить, что практически 100% весь персонал выставки Экспо будет полностью привит. Также у нас будет проходить регулярная уборка и дезинфекция помещений общего пользования. Станции для дезинфекции рук будут расположены по всей выставке. И у нас будут иметься также специализированные помещения и персонал на всякий случай, если вдруг возникнут какие-то сложности или кому-то нужна будет, потребуется медицинская помощь. Как мы соблюдаем, значит, все эти предосторожности и как мы соблюдаем социальную дистанцию на нашей выставке? У нас есть ограничение вместимости, значит, помещений. Также у нас есть маркировка на полах, которая говорит о дистанцировании. И в основном эти маркировки находятся в тех местах, где могут возникать скопления очередей. Также у нас будут вывески и плакаты, подчеркивающие важность соблюдения дистанции. Ну и, конечно же, спецперсонал, который будет постоянно напоминать нашим гостям о соблюдении всех этих правил. Далее по поводу билетов. Я видела, кто-то писал в комментариях. Да, у нас цены поменялись. Хорошая новость, что они у нас немного снизились. И почему это было сделано? Потому что, как бы, учитывая нашу новую реальность, мы хотим удостовериться в том, что у каждого будет и есть возможность посетить экспо. Каждому доступна наша выставка. Как вы видите на экране, значит, у нас есть три билета на данный момент в наличии. Однодневный билет и многодневный пропуск, они более, наверное, интересны для туристов. Значит, однодневный билет – это вход на один день, стоит 95 дархамов. То есть это приблизительно равно 26 долларам. И также у нас есть многодневный билет, который стоит 195 дархамов. Цена приблизительно равна 53 долларам. Этот билет, значит, чем он уникален? Тем, что у вас есть безлимитный пропуск на территорию экспо в течение 30 дней. То есть со дня использования билета идет отсчет именно вот этих вот 30 дней. И далее у нас есть сезонный пропуск, но этот пропуск, наверное, скорее всего, интересен будет тем, кто относительно часто приезжает или же проживает на территории Дубаи или на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Это безлимитный вход на территорию выставки в течение 6 месяцев. Далее еще одна хорошая новость – это бесплатные билеты. Значит, у нас есть бесплатные билеты для детей до 17 лет, включая 17 лет. Также у нас есть бесплатные билеты для посетителей старше 60 лет и для студентов любого возраста. То есть студентам, в принципе, достаточно будет предъявить на входе на выставку свой студенческий документ, и они спокойно смогут воспользоваться этим бесплатным билетом. И, конечно же, мы предоставляем бесплатные билеты для людей с ограниченными возможностями. Также у нас есть дополнительные услуги, о которых мы поговорим сейчас на следующем слайде. Сейчас, секундочку, я переключусь. Я вот вижу здесь вопросики. Сейчас, секундочку. Да, дети бесплатно, 17 лет включительно. Билеты, значит, купить билеты для студентов вы сможете, вы сможете приобрести их либо на нашем веб-сайте официальном, либо же при входе на экспо, либо же через наших официальных распространителей. Российский студенческий билет будет принят. То есть, в принципе, если это официальный документ, то его обязательно примут на нашей выставке. Фото на память – это услуга фотографа на площадке. Обычно она проходит в каком-то определенном месте, где, допустим, перед якорным павильоном, либо же с нашими маскотами, либо же перед павильоном, скажем, допустим, России или Объединенных Арабских Эмиратов. Билеты для гостей старше 60, да, все верно. 60 включительно, 60 плюс. Экспо уже достроено, и точно можно продавать билеты. И точно будет в этом году. Это прям вот кровь из носа гарантирована. Так, давайте далее пройдем на следующий слайд, где у нас есть дополнительные услуги. Сейчас, секундочку. Значит, вы видите, здесь у нас есть возможность забронировать туры на выставке. У нас есть групповые и индивидуальные туры. Туры будут проходить либо 3,5 часа, это полдня, либо целый день. А групповые туры у нас включают до 15 человек. Индивидуальные туры от 2 до 10 человек. И, опять-таки, туры будут доступны на разных языках, включая русский язык. И также эти туры можно будет подобрать под ваши интересы. Можно так сказать, под интересы гостей. По поводу прогулки сегодня-завтра по выставке Экспо. На данный момент выставка закрыта. Она откроется 1 октября. Но вы для вас, как для представителей турбизнеса, если вы находитесь в Дубае, если вы приехали, значит, по какой-нибудь программе, скажем, в программе DTCM, в Amtrip, то есть возможность попасть на выставку и посмотреть, как все это выглядит. Но это в основном происходит в автобусе, потому что сейчас выставка закрыта. И там проходят до сих пор разные работы. Соответственно, нельзя погулять, но можно точно посмотреть. Ну, и вернусь к слайду. Значит, смотрите, у нас есть еще дополнительные услуги, такие как услуги парковщика для тех, кто приехал на своем собственном авто. Камеры хранения. Если ваши туристы, допустим, прилетели, и прежде чем заселиться в отель, они решили посетить Экспо, они спокойно могут оставить чемоданчики в камерах хранения и погулять на выставке. У нас также есть аренда миникары. То есть это для тех, кто предпочитает, может быть, не пешую прогулку, а именно на авто внутри выставки. Мой автомобиль, я думаю, вам не совсем это будет интересно. Фото на память. Опять-таки я уже говорила о том, что это либо фото с москотами, либо же фото, где у нас самые интересные сооружения. И интересно, наверное, будет узнать о туре на вертолете, который по длительности приблизительно 12 минут и по стоимости 899 дирхамов. Опять-таки все эти услуги, они будут доступны для бронирования на нашем сайте в сентябре в этом году. Сейчас, секундочку. Я вернусь быстренько к чату сейчас. Билет на входы и право на посещение. Значит, покупая билет на экспо, у вас есть возможность, у вас есть право гулять и посещать все мероприятия и активности, которые находятся на выставке экспо и которые проходят во всех публичных зонах. То есть если у нас будет проходить концерт какой-то мировой звезды, то, конечно же, и он будет проходить, допустим, на основной площади Альвасов, то, конечно же, если у вас есть билет экспо в этот день и вы находитесь на выставке, вы спокойно можете посмотреть, насладиться как бы этим концертом. Летающие беспилотные автомобили. Я думаю, что вы сможете увидеть кое-что интересное. Прототипы, может быть, какие-то именно в зоне мобильности, в павильоне мобильности. Точно можно будет увидеть что-то, что вас удивит. Нет, не для проката, я не думаю. Да, вот по поводу вопроса, где можно приобрести билет. Значит, мы работаем, сотрудничаем с огромным количеством турагентств, туроператоров по всему миру. И, конечно же, Россия – это та страна, где у нас находится огромное количество тоже наших партнеров. Вы видите здесь на экране наших официальных распространителей билетов. Если вы с ними уже работаете и не собираетесь работать, то вы спокойно можете к ним обратиться по всем вашим запросам, что касается Экспо 2020. Также, конечно же, вы сможете приобрести билеты напрямую на нашем веб-сайте. Далее хотелось бы напомнить вам быстренько, где располагается Экспо 2020. И, значит, смотрите, Экспо 2020 находится между Эмиратами Дубаи и Абу-Даби. Это приблизительно полчаса езды из центра Дубая и около часа езды из Абу-Даби. Сюда можно легко добраться на метро, на публичных автобусах, на такси, на своих собственных автомобилях. Также у нас будет огромное количество специальных автобусов, которые называются Экспо Райдер. Они будут курсировать от всех Эмиратов до нашей выставки, и они будут бесплатны для наших гостей. Учитывая габариты нашей выставки, территория огромная. Соответственно, у нас тоже будет предусмотрен бесплатный транспорт по периметру Экспо для удобства наших гостей, чтобы они смогли из одной удаленной точки Экспо проехать на автобусе до другой удаленной точки без каких-либо проблем, нежели как бы идти долгое расстояние, допустим. Так, сейчас, секундочку. Я возвращаюсь обратненько к вопросам. Компас, мы работаем с Компас, это точно. Так как у нас как бы все еще в процессе, соответственно, вы сможете их найти, их логотип и их данные на нашем веб-сайте, я думаю, уже через буквально пару недель это все загрузится на наш веб-сайт. Так, в каком районе Дубая лучше поселиться, чтобы быстро и недорого добраться до выставки? Самые ближайшие такие популярные районы, я думаю, это Дубая-Марина, Джумейра-Рот, ГЛТ, тот же самый райончик, да, и, в принципе, если, опять-таки, ваши гости заселятся даже в центре Дубая или же в Шарше, в Росальхаме, как я уже говорила, у нас будут бесплатные автобусы с разных точек Эмиратов, и, соответственно, для гостей не будет проблем добраться до выставки, и это будет абсолютно бесплатно. Так, они смогут приехать на выставку и также взять тот же автобус и выехать обратно. Так, и, пожалуй, на экране вы можете увидеть наши контакты. Значит, Алиса и я, мы работаем с офиса Дубая. У нас есть также представители нашего офиса в Москве, Мария и Марат, так что, если у вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем очень рады, вас ассистировать. Так, и давайте-ка я быстренько пройдусь по всему чату, потому что я полагаю, что я пропустила несколько вопросов. По поводу PCR-теста на данный момент вам нужен просто PCR-тест. Получается, по прибытию вы сдаете PCR-тест в UAE, и если он негативный, соответственно, вы спокойненько гуляете по всем Эмиратам. Дополнительных PCR-тестов для посещения экспо не требуется. Да, у нас, как я уже сказала, будут специальные автобусы-экспо-райдеры, они будут бесплатные, и это только автобусы. По поводу мероприятий, да, вот здесь вопрос. Те мероприятия, о которых я говорила, про парады, про разные шествия, про выступления, все это будет включено в входной билет. Полный список наших туроператоров и партнеров, с кем мы уже работаем, те, кто уже подключился, вы сможете найти на нашем официальном сайте expo2020.dubai.com. Конечно, мы обязательно поделимся презентацией после вебинара. По поводу павильонов стран-участниц, собирала ли каждая страна свой собственный павильон? Все верно, то есть большинство стран выстраивали и работали над дизайном абсолютно самостоятельно. Тем, у кого уже есть вакцина, мы пока на данный момент не требуем никаких сертификатов. По поводу отелей, я Наталья Охипова, так, я прошу прощения. Наталья, я прошу, может быть, по этому вопросу, если вы мне вышлите напрямую имейл, я смогу проверить по этому поводу по аккредитации. Да, билеты, стоимость билетов включает посещение всех павильонов, которые находятся на выставке expo и всех мероприятий, которые будут проходить на территории выставки. В конце сентября уже будет что посмотреть. Вы, Ольга, вы имеете в виду какие-то мероприятия для гостей, именно для посетителей? Если для посетителей, то expo будет, к сожалению, еще закрыто. Мы открываемся ровно-ровно 1 октября. Расписание мероприятий у нас тоже есть уже на веб-сайте. Я рекомендую вам относительно часто заглядывать на наш веб-сайт и просматривать расписание мероприятий, потому что оно меняется практически каждый день. Несколько меняется, сколько пополняется новыми и новыми мероприятиями. Экскурсии. Про экскурсии уточните. Михаил, я прошу прощения, что конкретно вы хотели бы уточнить? Дайте мне знать, и я обязательно вам отвечу. Концерты, которые будут проходить в публичных зонах на выставке expo, обязательно будут включены во входной билет. Телеграм-канала, к сожалению, у нас нет, но это, в принципе, очень хорошая такая идея. Я точно знаю, что, значит, Дубай Туризм, DTCM, у них есть свой собственный телеграм-канал, и я знаю точно, что они публикуют очень много информации. И в этот, начиная, наверное, уже буквально, с этого месяца у них будет достаточно-таки много информации про Expo 2020. Я как бы советую вам следить за телеграмом DTCM, но и в то же время как бы посещать наш веб-сайт все-таки. По поводу скидок на билеты для туротрасли, опять-таки мы советуем вам обращаться к нашим официальным распространителям билетов, и вы сможете с ними как бы обсудить и оговорить этот момент. Да, у нас будут русскоговорящие гиды на нашей выставке. То есть это как бы изначально было одним из самых таких приоритетных моментов. По поводу аудиогидов, пока у нас нет такой информации. Я знаю, что изначально мы планировали, что у нас будут аудиогиды, но пока как бы нам не выдали эту информацию, и, соответственно, если у нас будут аудиогиды, то мы обязательно сообщим нашим партнерам по турбизнесу. Экскурсии. Значит, смотрите, покупается входной билет, и экскурсия – это дополнительная услуга. Соответственно, вы можете как бы дополнительно закупить экскурсию на экспо. Также я вам показывала, что у нас есть как бы самостоятельные маршруты. Они будут тоже доступны на нашем веб-сайте, и вы сможете тоже как бы сделать рекомендацию вашим гостям. Если, допустим, они не хотят брать тургида, то они могут просто взять вот этот вот именно маршрут и по этому маршруту пройтись по тем местам, которые рекомендуются в этом маршруте. Билеты на данный момент не именные и без дат. То есть вы можете приобрести билеты, и этим билетом может воспользоваться абсолютно любой как бы гость. Допустим, если вы купили билет для одного гостя, и он не захотел поехать, вы можете передать этот билет другому гостю без проблем, так как билеты не будут именоваться, и также не будет на них дат. Только один момент по поводу мульти-дей-пассов, то есть мульти-пропуск. Этот билет можно использовать на протяжении 30 дней, как я уже говорила ранее, но как только один гость использовал этот билет, этот билет не может передаваться другим. То есть этот билет будет закреплен за одним гостем. По поводу круизных лайнеров, Алина, если вы не возражаете, пожалуйста, напишите мне, я вам отвечу. Кары, которые можно будет взять в аренду, в аренду вы имеете в виду, так, значит, мини-баги, да, я думаю. Смотрите, у нас будут баги за час, можно арендовать на час машину, которая будет 250 дирхам по стоимости, на целый день 1200 дирхамов и за одну поездку 10 дирхамов. Это не самостоятельная, как бы, поездка, там будет предоставлен также шофер, кто будет вести эту кару. Будут ограничения по общему количеству посетителей. Наша выставка, как я уже говорила ранее, составляет 4,2 квадратных километра. Огромная территория. Да, у нас есть, у нас будут какие-то ограничения, но я не думаю, и мы, если честно, не переживаем, что будет такой день, когда невозможно будет попасть на выставку. То есть у нас будут такие дни, это будут специальные дни, праздники, когда на экспо будет огромное количество посетителей, но их, по крайней мере, буквально всего 4 дня в нашем календаре. В остальные дни, в принципе, я думаю, что не должно быть проблем у туристов попасть на выставку. Презентации туров, значит, они будут выпущены ближе к... не ближе к дате, в сентябре уже, как и вся информация по дополнительным услугам на нашем веб-сайте. Ольга, давайте, если что, спишемся напрямую, напишите, пожалуйста, ко мне на e-mail, и я посмотрю, что можно сделать или просмотреть заранее. Анна, да, по поводу трехдневного билета. Трехдневный билет у нас был раньше в наличии, и он стоил 260 дирхам на человека. А сейчас этого билета нет, и у нас есть билет, вместо него мы выпустили мультидейпасс, то есть многодневный билет, который стоит дешевле, и у которого, если вы покупаете его, у вас есть возможность посетить экспо больше, чем три дня. Количество билетов в экспо на данный момент не ограничено, так что я думаю, что, в принципе, у всех будет возможность закупить билеты. Парковки возле выставки платные или бесплатные? Так, у нас тоже огромное количество парковок вокруг выставки, это более 30 тысяч парковочных мест построено вокруг нашей выставки, и возможность припарковаться будет абсолютно для всех посетителей, и эти парковки будут бесплатны. Соответственно, эти парковки тоже, они находятся немного на расстоянии до входа на экспо, но мы предусмотрели этот, как бы можно сказать, поинт. Мы будем, у нас будут организованы небольшие мини-автобусы, которые будут собирать гостей по парковке, которые приехали, и привозить их до входа на экспо. Места для питания и перекусок. Конечно, у нас будет огромное количество ресторанов и кафе. Как я уже сказала ранее, более 100 таких помещений, таких ресторанов будут находиться на территории экспо, и они будут абсолютно на любой бюджет. То есть это будет закусочная на колесах, как я уже сказала, либо же, если вы заинтересованы в ресторане с мишленовскими звездами, то без проблем, как бы, у нас будут все кухни мира. Часы работы, значит, с 10 утра до 12 ночи, каждый день. И выходные, то есть начиная с четверга, пятница и четверки-пятница, прошу прощения, у нас будет выставка открыта до часу ночи. Ольга, хороший вопрос по поводу тур на вертолете. Я думаю, что цена, скорее всего, давайте я уточню этот момент. Если вы не возражаете, Ольга, вышлите мне этот вопрос на e-mail, я обязательно отвечу. Я думаю, что это… Я не буду гадать, я лучше уточню. Так, секундочку, Михаил, да, пожалуйста. Опять-таки, Михаил, это не все наши реселлеры. Мы просто выбрали, как бы, несколько компаний, которые очень хорошо известны всем, скорее всего, всему турбизнесу. Мы работаем с JoinUp, и мы планируем, что они будут нашими официальными распространителями, пока как бы все еще в процессе. Андрей, по поводу вертолетного тура мне нужно будет уточнить. Я извиняюсь, что у меня нет заранее ответа на этот вопрос. И, опять-таки, может быть, если вы сможете написать мне на мой e-mail, я обязательно отвечу. У нас есть комиссия на билеты. Опять-таки, по поводу комиссии вы можете переговорить с официальным распространителем билетов. Алина, за один день невозможно просмотреть все Экспо, потому что один павильон только, допустим, тот же павильон России или Объединенных Арабских Эмиратов, он займет приблизительно, ну, я думаю, в среднем 30 минут. Соответственно, если посчитать за целый день, я не думаю, что можно посетить все павильоны. И мы, поэтому у нас есть как бы в наличии билет на 30 дней, который валиден на 30 дней, соответственно, чтобы у гостей была возможность прийти посмотреть в разные павильоны, прийти посмотреть в разное время суток на Экспо. Потому что днем Экспо будет выглядеть как бы в одном цвете, а ночью там будут зажжены все огни, все цвета, и это будет абсолютно другое шоу. Поэтому обязательно мы рекомендуем посетить Экспо как днем, так и вечером. И каждое посещение, если сравнивать с какими-то парками аттракционов, оно будет всегда чем-то новым, потому что вы всегда будете посещать Экспо и попадать в разные места, на разные представления. То есть это будут постоянные посещения разного рода. По поводу фейерверков, я должна этот вопрос тоже утащить. Я знаю, что у нас будут фейерверки, но я не уверена, что они будут каждый день. Да, тот же самый ответ я бы сказала бы по поводу открытия, закрытия Новый год. Я думаю, что будут, скорее всего, фейерверки, потому что мы очень любим салюты в Дубае. Но, опять-таки, программа по салютам будет тоже обязательно чуть позже на нашем веб-сайте. Я думаю, что, в принципе, Экспо начинает преобразовываться после заката, когда вы попадаете на выставку, когда загораются абсолютно все огни, когда вы можете попасть на Альвасл Плаза, который является центром или же сердцем Экспо-2020. И вы можете увидеть все вот эти вот шоу, которые вы видели на видео. Каждый вечер в разное время вечера будут разные шоу, ориентированные на детишек, на взрослых, на разные тематики. И я уже как бы видела это шоу, побывав именно в самом центре под этим куполом в 360 градусов. Это нечто уникальное, и я думаю, что пока еще такого нет нигде. Только в Дубае, только на Экспо-2020. На данный момент маски должны носить все в Дубае. Насколько я знаю, ношение масок обязательно, как внутри, так и снаружи. Мы не знаем, как будет дальше. Я надеюсь, что, может быть, будет разрешено снимать маски, когда вы находитесь в помещении, но пока мы не знаем. По поводу комнаты отдыха для детей и семей, у нас обязательно будут детские площадки, то есть где можно будет детишкам порезвиться, я думаю, и взрослым отдохнуть и посидеть. У нас будет обязательно огромное количество таких мест в парках. Так что я думаю, что это будет абсолютно не проблема. Да, Земфира, все верно. Даже если вы вакцинированы, обязательно просят одеть маску, даже если вы находитесь снаружи. Так, я подожду еще, если есть какие-либо вопросы. Я очень рада, что у вас огромное количество вопросов. Я думаю, что мы уже приближаемся к дате открытия, и у всех будет огромное количество вопросов, и все должны обязательно посетить, побывать на нашей выставке, так как мы планируем нечто уникальное. Ольга, спасибо вам, что посетили нашу презентацию. Я подожду еще буквально несколько, буквально минуту, если у вас будут еще вопросы. Каждый день будет какой-то уникальный экспириенс, но я советую вам посмотреть именно праздники, дни, когда у нас будут отмечаться то же самое Рождество, Китайский Новый год или же Национальный день ОАЭ. Спасибо всем большое. Я думаю, что, в принципе, вопросов больше не возникает. Если вам нужна какая-то дополнительная информация, если у вас будут какие-либо еще вопросы, пожалуйста, пишите к нам. Мы с удовольствием ответим, с удовольствием вам поможем разобраться во всем. И присылайте к нам как можно больше туристов на нашу выставку и сами приезжайте. По поводу того, что будет проходить в Москве, это немного... Это мероприятие, оно будет организовано, значит, консульством Объединенных Арабских Эмиратов, которые находятся в Москве. И, соответственно, мы не совсем планируем много афишировать об этом, но я наперед вам рассказала, что это точно будет. Это будет неделя Объединенных Арабских Эмиратов в Москве, и мы планируем некоторые интересные активности в ГУМе и в парке Горького. Я думаю, чуть позже будет больше информации, но на данный момент пока как бы это только вот все, что у меня есть. По поводу Москвы, это не совсем ход. То есть, получается, смотрите, вы приходите в парк Горького, допустим, и там будет проходить мероприятие, и оно будет бесплатно абсолютно для всех. То есть, это не сколько какое-то приватное мероприятие, сколько для публики, для гостей, для посетителей вот этих вот мест. Александр, прошу прощения, что конкретно все будет включено? Во что включено? Спасибо. Спасибо. Я прошу прощения за свое незнание, но я не совсем понимаю аббревиатуру. А, все, поняла. Ну, смотрите, все, что там будет как бы для публики, там, в принципе, не планируется каких-то платных активностей. Там все будет именно для того, чтобы рассказать про Дубай, рассказать про выставку-экспо. Соответственно, как бы все будет для посетителей, и большинство активностей точно должно быть бесплатно. Все верно, культурная выставка. Котание на яхтах по маске пока не предусмотрено. Дорогие коллеги, еще раз благодарю вас за ваше внимание, за ваше время. И если будут еще какие-либо вопросы, обязательно пишите. Держимся на связи. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok